Три люди из Италии. Вау! Уже? Да, мы начинаем. Мы начинаем. Я рад вас приветствовать на нашей международной конференции «Теда Поток». Перед началом я хочу сделать соглашение небольшое. Если вы участвуете в этом вебинаре, то вы даете разрешение на запись видео этого вебинара с вашим участием в публикацию этой записи или ее частей в сети интернет, в социальных сетях, в видеохостингах и для обучения других людей. Если вы не хотите, чтобы запись вашего участия на этом вебинаре была где-то опубликована, то отключите свое видео и микрофон. Вы сможете задавать вопросы в чате. Итак, let's establish an agreement before we start. Если вы хотите в этом вебинаре, то вы можете дать вам возможность записать видео этого вебинара с вашим участием и подписаться на интернет, в социальных сетях, в видеохостинге, и для обучения других людей. Если вы не хотите записать видео этого вебинара с вашим участием, то вы можете записать видео и микрофон. Итак, наша лекция называется «Восьмая динамика в Саентологии». Давайте посмотрим определение, что такое «Восьмая динамика». В российском словаре, на русском языке, я увидел только такую дефиницию. Это стремление выжить посредством высшего существа или точнее бесконечности. На английском оно чуть подлиннее. Татьяна, переведи, пожалуйста, на русский английскую и прочитай английскому. И по-русски «Восьмая динамика» – это высшие существа. Это все, из чего состоит эта динамика, чем она является. Всегда вокруг нас находятся какие-то высшие существа. Так что это динамика, это определенная динамика. Спасибо. Так, и что ж, тогда давайте посмотрим, что такое Бог или там «Высшее существо» и как это определяется в словаре. Первая дефиниция – «Могущественное сверхъестественное существо, предмет религиозного поклонения и веры». Ты можешь просто прочитать английскую дефиницию, как есть. Вот то, что я нашел. В христианстве и других религиях… Михаил, я извиняюсь, шум идет посторонний, там много микрофонов включено. Да, сейчас выключим. Татьяна, включи свой микрофончик, ладно? Я сейчас выключу всех. Окей. Итак, продолжим. В христианстве и некоторых других религиях – единое верховное существо, создавшее мир и управляющее им. Когда ребенок начинает взрослеть, он начинает задумываться не только по поводу того, кто его создал, но и кто создал этот мир. Когда ребенок начинает взрослеть, они начинают думать о том, кто их создал, 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 кто их создал. И ответ на этот вопрос обычно дают религия. Религия можно условно поделить на монотеизм и политеизм. Монотеистические религии – это религия, признающая Творцом мира одного Бога или Единобожия. Монотеизм – это религия, признающая существование многих богов или многобожия. В христианстве Бог примерно вот таким образом показывается. Такая масса небольшая. То есть есть одно верховное существо, которое создало весь мир и все как бы подчиняется его воле. Политеистические религии – это иудаизм слева, верование греков и египтян. Политеистические религии – это иудаизм слева. С другой стороны – это иудаизм слева, а скандинавские боги, вероятно? Нет, это греки. А, греки, да, иегиптянские боги. Есть еще восточные религии, в которых как бы не рассматривается то, что нас создало, как единое, как верховное существо, и вот как пример деосизм. Я не смог подходящих найти картинок для английского языка, поэтому я прошу Татьяну перевести то, что я буду зачитывать. В даосизме дао рассматривается как источник происхождения всего сущего, как всеобщий закон, управляющий миром. Дао – это корень неба и земли, мать всех вещей, и дао лежит в основе мира. Тао – это, quote, «святой земли и земли», «святой мать всех вещей», и тао лежит в основе мира. Или основе мира. Да, основе мира. Хорошо. Дао – это нематериальная духовная основа всех явлений и вещей в природе, включая человека. Дао – это нематериальная, аспиритическая база всех феноменов и вещей в мире, включая человечества. Теперь давайте посмотрим, как саентология показывает создание Вселенной. Давайте посмотрим, как саентология представляет создание Вселенной. Если посмотреть в факторах, то Рон пишет так. До начала была причина, единственной целью причины было создание следствия. Согласитесь, что это как-то пересекается с определением дао. И давайте теперь посмотрим на определение статики. Статика – это нечто без массы, без длины волны, без времени и в действительности без положения. Это статика, это определение нуля. Статика по определению – это что-то, что находится в полном равновесии. Она не движется. И вот почему мы используем слово статика. Самое простое, что существует – это статика. Но статика – это не ничтотность. Это не синонимы. Мы неосторожно говорим о ней как о ничтотности, потому что мы используем слово ничтотность во взаимосвязи с пространством и объектами материальной Вселенной. Жизнь обладает качеством. Она имеет способности. Когда мы говорим о ничтотности, мы просто имеем в виду, что у нее нет количества. Нет количественного фактора. Если вы читали книгу «Дао дудзин», то там «Дао» определяется и как что-то, и как ничто. И оно и везде, и нигде. Согласитесь, что очень пересекается с определением статики в саентологии. И посмотрим на аксиомы саентологии. Аксиома первая. Жизнь по сути своей есть статика. Аксиома два. Статика способна создавать мысли заключения, постулаты и мнения. Аксиом два. Статика способна создавать мысли заключения, постулаты и мнения. Аксиомы 3. Пространство, энергия, объекты, форма и время являются результатом мыслезаключений, которые статика создала и или с которыми она согласилась и не согласилась. Они воспринимаются исключительно потому, что статика считает, что она может воспринимать их. Если кратко охарактеризовать, что здесь сказано, то можно сказать, что все, что мы здесь сейчас прямо имеем, является продуктом статики. Соответственно, для того, чтобы изменить текущую ситуацию, состояние дел, то нам необходимо, чтобы статика рассмотрела, как есть текущее состояние, чтобы оно пропало. И на этом семинаре, на этой лекции я вам хочу показать, каким образом мы можем это сделать. И каждый для себя сможет продемонстрировать, насколько глубоко понимание статики было роном, насколько это соответствует действительности и как это можно применять в жизни. Как это может быть сделано. Мы можем попробовать несколько процессов, и мы увидим, как Роман двигался, и как он думал о это, и как он думал о это, и как он создавал это. Перед тем, как перейти к практической части, давайте проясним несколько слов. Первое, что мы проясним, это иноопределение. Иноопределение – это просто что-то другое дает вам приказы или указания. На данной картинке мы видим, что человек управляет куклой, то есть он является тем, что определяет поведение другого существа, в данном случае куклы. Более высокая степень определения – это самоопределение. Это полная ответственность за самого себя, нет ответственности за другую сторону в игре. Как пример, мы видим игра в шахматы, игра в компьютерную игру, когда человек играет только за себя и не определяет другую сторону в этой игре. Мы видим, что человек играет в шахматы и кто-то играет в компьютерную игру. Это пример того, кто играет в игру как себя. Он не имеет никакой ответственности за другого участка в игре, за другого игрока. Следующая степень определения – это все определения. Это более высокий уровень в игре и определяется, как одновременно определять деятельность двух или более сторон в игре. Как пример, есть компьютерная игра «Цивилизация»? Вам необходимо вырастить какой-то город, цивилизацию, и если вы обязаны просто учитывать все факторы, как с уровня Бога, строите эту цивилизацию, и если вы что-то не учли, то у вас что-то рушится. Еще более высоким уровнем определения является ОМНИ. Определение ОМНИ дал капитан Билл Робертсон. The definition of ОМНИ was provided by капитан Билл Робертсон. ОМНИ – это всеобретеленное состояние оперирования. ОМНИ is the pan-determined operation state. То есть это в некоторой точке зрения, то есть как все определения тоже здесь присутствуют. Но чем же оно выше все определения? Now, what's the way it's even higher than pan-determination? Это состояние оперирования ОМНИ было согласовано всеми игроками в исходном состоянии источника, и право делать это также было согласовано и дано каждому игроку, пока он находится в играх. Оставшиеся куски на английском я перевел с русского, потому что не смог найти английские определения полные, но надеюсь, что там точно все переведено. ОМНИ исключительно всеопределенно, и это полная готовность взять ответственность и владение в отношении всех игроков и их созданий. Сделаю небольшое отступление. ОМНИ – это контроль всех векторов, всех участников в игре, всех векторов действий. Если вы действуете из ОМНИ, то вы контролируете состояние всех игроков и всего, что они создали, одновременно действуя из этого состояния. Такая мощь и такая сила имеют свои ограничения. Использование состояния ОМНИ должно соответствовать и согласовываться с правами ТЭТАНа. Если вы не даете другим игрокам права ТЭТАНа, то вы теряете возможность использовать состояние ОМНИ. И вот как капитан Билл Роберсон об этом пишет. Если это используется вероломно или для какой-то другой неэтичной цели, игрок падает на одно состояние ниже того, в котором он находится, и еще больше отдаляется от ОМНИ в способности его использовать. Он все еще сохраняет свои права, но падает по направлениям замешательства в своем знании, как ими пользоваться. Если это используется тратурально или для другого неэтического способа, то игрокам падает в один положение ниже того, в котором он находится, и он более отрывается от ОМНИ в способности использовать его. Он все равно сохраняет свои права, но падает в отношениях в его знаниях о том, как использовать их. Я думаю, что вы видели фильмы, в которых игрок попадает на роль Бога и должен разорвать несколько ситуаций. Они начинают действовать, совершают ошибки, и в какой-то момент начинают молиться о том, чтобы потерять эту способность и больше никогда ее не использовать. Мы будем использовать это состояние только в этичных целях. Удитинг – это всеопределенные действия. Удитинг – это всеопределенные действия. Если кто-то получает удитинг, освобождается от своих аберраций, от своих зарядов… Это этичное использование состояния ОМНИ. Вы не можете использовать его для ухудшения состояния другого игрока. Если вы пытаетесь использовать состояние ОМНИ для злых целей, то вас выкинет из этого состояния, и вы не сможете его больше достичь. Теперь давайте рассмотрим, как мы будем использовать это состояние и сравним его с другими состояниями. Вот процессинг с аудитором. Это стандартный процессинг, который Рон описал в технологии. Использование этого процессинга приводит к получению состояния. И оно не требует каких-то сверхъестественных способностей ОЛЬТРА. Следующая картинка показывает нам соло-процессинг и умни-процессинг. Слева мы видим человека, он такое тело человека и тетан. Он находится в физической вселенной. Большое количество окружностей – это то количество статиков или игроков, которые вошли в эту игру. Рон дал нам данные о том, что в игру вошло 10 на 10 в сороковой степени игроков. Рон told us there are 10 in the 40th degree players in the game. Это триллионы и квадриллионов игроков. These are trillions of quadrillions of players. И вот один из них решил улучшить свое состояние. One of them here decided to improve his condition. У него есть соматика в печени, например. Say he has a somatic in his liver. Он получил КС на то, чтобы урегулировать ее. He's got a CS to handle it. И он направляет внимание на эту соматику. And he draws his attention to this somatic. Это соло-процессинг. This is solo-процессинг. Теперь посмотрим на омни-процессинг. Now let's have a look at omni-процессинг. Здесь тот же самый человек. We can see the same person here. Но он расширяет свое осознание и выходит за пределы Вселенной Мест. Ступает в контакт с исходной статикой, которая была до создания данной члены. Он создаёт намерение, посылает намерение этим игрокам, чтобы они посмотрели на эту соматику. Представьте, что у вас появляется 10 на 10 в сороковой степени аудиторов одновременно. Что произойдёт с этой соматикой? Она мгновенно будет рассознана, как есть. Миша, какое правильное слово «неросоздано»? Азист? The somatic is going to be azist completely instantly. It disappears instantly. Мы знаем, что в религиях большое количество описаний такое чудес мгновенного исцеления. В данном случае, когда мы используем состояние ОМНИ и намереваемся, чтобы все игроки, создавшие данную Вселенную, посмотрели на эту соматику? Эта соматика пропадает мгновенно. The somatic disappears instantly. Почему? Потому что есть аксиома, синтология. Номер три. Пространство, энергия, объекты, форма и время являются результатом мыслезаключения, которые статика создала или с которыми она согласилась или не согласилась. Они воспринимаются исключительно потому, что статика считает, что она может воспринимать их. В ОМНИ-процессинге мы обращаемся ко всем создателям этой Вселенной, рассмотреть какую-то аберрацию, которая мешает вам играть в эту игру. Эти игроки имеют все возможные точки зрения на эту ситуацию. И рассматривая каждый с своей точки зрения, они рассматривают свое собственное создание, то есть каждый из них вложил свое намерение, чтобы эта ситуация свершилась или состоялась. И рассматривая, они приводят ее к рассозданию. Это этичное использование состояния ОМНИ. Это, наверное, достаточно слабая версия применения ОМНИ. Это очень простой пример, как ОМНИ-стейк можно использовать. Оно гораздо более мощное, но сейчас мы будем рассматривать применение только к рассозданию умственных масс. Это гораздо более мощное, но в этом вебинаре мы будем рассматривать, рассматривать его в том, что происходит в отношении о взаимодействии умственных масс. Итак, есть ли у вас вопросы на данный момент? У вас есть ли у вас вопросы? У меня вопрос такой по поводу того, насколько ты определил или исследовал вот это качество тетты этих игроков, которые участвуют в ОМНИ? Насколько чисто их внимание и их пространство, чтобы они могли действительно помочь рассоздать, а не внесли и на определение в мое пространство или в общее пространство? Интересный вопрос, я тоже хотела его задать. Переводим? Да, конечно. The question is, how are you sure, is Michael sure of these players having clear intentions and clear viewpoints and the quality of their давно regarding this можно омни-процессing? How can we be sure that when they look at any situation that we have in this processing, how can we be sure that they do not harm us or damage any way? Окей. Состояние ОМНИ было согласовано до всех игр, перед тем, как мы вошли в эти игры. В этом состоянии нет каких-либо намерений или противонамерений. Нет злых намерений, нету хороших намерений. Это просто чистая статика. Но может быть такая ситуация, когда человек посчитал ОМНИИ подключение к какому-либо Эгрегору. Как это будет по-английски? Сейчас я посмотрю. Секундочку, ОМНИИ. Секундочку, ОМНИИ. Just a moment. We are looking for a very precise term here. ОМНИИ. 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 But, however, somebody may consider that they are doing the ОМНИ, but they actually got got in contact with some Egregor. Egregor? Egregor or Egregors? Egregor, okay. Egregor. Egregor. Yeah. more able player or a composition of several creations made by players. И в этот момент он становится следствием. This is when he becomes an effect. If one makes a mistake and does not go beyond the universe, but stays within the universe and contact something within the universe, he or she gets other determined. Egregor. 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 вопрос да спасибо так еще вопрос живет человек с полным кейсом всяких аберраций он дожил до того что у него болит одно место какое-то и вот теперь изомни кто-то это про дитирует у него все это исчезнет то есть он сам довел себя до этого а как это согласуется с правилами игры что кто-то сейчас вот будет рассматривать за него вместе с ним он что поймет при этом этот человек человек который получил какую-то аберрацию в игре он дошел до состояния когда он уже не может выбраться из игры и большинство игроков в этой ситуации в этой вселенной находится в таком состоянии что самостоятельно они выбраться из этой игры не могут да question actually was is it is it okay for somebody who's buried under aberrations and stuff is it okay for them to contact some somebody else outside of this game beyond the game what's their responsibility then are they going to be even responsible for for what happened in the to their life to themselves И Микаэл сказал, что человек так сильно повернулся, что… Миша, повтори, пожалуйста, буквально в твих словах. Состояние игры и игроков в ней таково, что мы опустились ниже уровня выйти из нее самостоятельно. И состояние ОМНИ было таким предохранителем от попадания в ловушку. То есть любой игрок может воспользоваться им, чтобы вытащить себя наверх. Вам не нужно предоставлять за это какой-либо обмен. Это согласованное действие. Вы точно так же будете помогать всем остальным, чтобы помочь им выбраться из этой игры. И когда вы берете ответственность за использование состояния ОМНИ, за этичное использование состояния ОМНИ, то никакого негативного влияния ни на ваш кейс, ни на кейс других игроков не происходит. То есть одитинг – это все определенные действия. Пока вы остаетесь в пределах стандартного одитинга и применения ОМНИ для улучшения состояния себя или другого человека, вы действуете в рамках правил игры, и вы не нанесете вред ни себе, ни другому игроку. Я ответил на этот вопрос? Да. Спасибо. Так, еще вопросы? Еще есть вопросы. Так, вот тут Александр Ветров задал вопрос, как научиться расширяться до ОМНИ? Мы попробуем несколько способов, которые неизвестны на данный момент на этом вебинаре, и потом вы можете сами уже потренироваться. Это достаточно просто, это естественная способность любого игрока. Так, тут написано, если в оригинале у Рон Хаббарда написано не статика, а статики во множественном числе, множество духов, множество тетанов, очень большое число тетанов, как это понять, как может быть множество статик, как может быть статика во множественном числе, если ее определение статика не имеет массы, не имеет длины волны и так далее. Так, у Рон Хаббарда определяется единственное число. Я могу продемонстрировать, как это. То есть я с сайта церковь синтологии сегодня это определение взял. Татьяна, можешь перевести. There is a question regarding the use of the word statics in reference to the LRH quote. And Mikhail says he took the definition from the website of the Church of Scientology, where it actually says statics. Okay, as you can see, here is static. Okay, it's static. Да, как можете увидеть, здесь написано static, там не написано static key. Но, тем не менее, Рон сказал, что было 10 на 10 в 40 степени игроков, которые вошли в игру. Но, тем не менее, Рон сказал, что было 10 на 10 в 40 степени игроков, которые вошли в игру. Ну что, чтобы выйти в состояние ОМНИ, нам необходимо расширяться, 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 преодолеть пространство размеры Вселенной и вступить в контакт с этой исходной стадикой, которая создала масть Вселенной и вошла в нее для игры. Мы потренируемся в этом чуть позже, после того, как присним все необходимые для процесса интермины. Давайте сравним типы процессинга и формулы клирования, которые в них существуют. Первый – это дуо-процессинг или стандартный процессинг, аудитор плюс приклеер. The first one is the duo-процессинг, that's standard processing, it's an auditor plus a PC. Приклеер плюс аудитор больше чем банк. PC plus аудитор is bigger than bank. Миша, у меня что-то со звуком. Да, перестал работать микрофон. Меня тоже не слышно, Миша. Okay, we have some technical issue here on the side of the color. Скорее всего, сели наушники. Слышно, нет? Да. Отлично. Хорошо. Идем дальше. Приклеер плюс аудитор больше, чем банк. Это в дианетике описано Роном. The data that the PC plus auditor are bigger than bank is describing the dianetics by Ron. На соло-курсе нам добавляется следующая формула. Pre-OT плюс KS больше, чем банк. И для омни-процессинг у нас такая формула. Приклеер плюс омни, плюс состояние омни, плюс технология – это больше, чем банк. И для омни, мы имеем следующую формула. PC plus омни-стейк plus тех are bigger than bank. В предыдущих формулах носителем технологии был аудитор или КС. В данном случае вам достаточно иметь либо книгу, либо запись вебинара. И используя состояние омни, вы можете сами себя клировать, просто имея эту технологию. Те, кто уже прошли курс омни-процессинг по ремонту жизни, те подтвердят правдивость этого высказывания. Перед тем, как мы приступим, давайте посмотрим слово «концепт». «Концепт» – это мысль на высокой частоте, которая находится выше восприятия или рассуждения или отдельных инцидентов. «То, что сохраняется после того, как что-то было воспринято, получено в результате восприятия». Мысль, которая полностью свободна от символов, картинок, слов и звуков. Это непосредственно идея чего-либо, а не обозначающего звук или символ. Давайте посмотрим пример концепта. Представьте, что вы человек из 60-х, а вы не знаете, что такое сотовый телефон. Вам нужно будет прочитать большое количество дефиниций и определений, прежде чем вы поймете, что есть такая штука, которая связывает людей на расстоянии. Сейчас же даже 5-6-летние дети легко обращаются к смартфонам, звонят родителям и смотрят видео на YouTube с помощью смартфона. У них есть концепт, что такое сотовый телефон и как им пользоваться. Им не нужно вспоминать, что это какое-то коммуникационное устройство с помощью радиоволн, подсоединяющееся к базовой станции и передающее радиосигнал. Он просто берет и использует это устройство. Это концептуальное понимание, как пользоваться телефоном. Тон 40 Определяется как подача команды и просто знание, что она будет выполняться вопреки любым появляющимся противоречиям. Тон 40 – это позитивное постулирование. Позитивный постулат без ожидания или предчувствия противомыслия или чего-то еще, то есть полное управление. И выполнение намерения. Работая с ОМНИ, мы не можем передать туда записочку. Мы даже не сможем написать СМС туда. Поэтому для того, чтобы взаимодействовать с ОМНИ, вам необходимо передавать туда концепт в ТОНИ 40. Если я хочу обратить внимание ОМНИ на соматику в своей голове, то я намерением передаю туда концепт смотрения на соматику в моей голове. Я не могу им сказать, «Эй, посмотрите сюда, вот сюда вот посмотрите». Я не могу написать на стене и сказать, «Вот сюда вот смотрите, вот на стене написано, что я хочу сделать». Я могу только концептуально передать свое намерение в ТОНИ 40, чтобы они посмотрели на мою соматику в моей голове. Это единственный способ, как мы можем взаимодействовать с ОМНИ. Это единственный способ, как мы можем интеракт с ОМНИ. Если вы проходили жесткий ТОН или обычный ТОН, то вы знаете, как вкладывают намерения в вещи, как удерживать это намерение. Если вы сделали АТИТУ 0 и сделали это очень качественно, то вы практически достигли состояния статики. Когда ничто вас не беспокоит, и вы присутствуете прямо сейчас, прямо здесь, в этом месте. Поэтому я считаю, что ни у кого из вас не должно быть проблем с достижением состояния ОМНИ, если вы хорошо прошли свои тренировочные упражнения. Еще одним примером ТОНа 40 можно привести такое религиозное понятие, что «по вере вашей будет вам дано». Я могу в гугле посмотреть. Да, это лучше. Еще один пример, еще один способ, чтобы посмотреть ТОН 40, в том числе религиозного христианства, в том числе, в том числе, это определенная фраза из Библии. «Скордея ваша фраза, она будет дана тебе». Вот это так, ну, гугл так перевел с русского на английский. That's a Google translation. То есть в христианстве, например, нам говорят, что «если ты веруешь, то будет тебе дано». Чем сильнее твоя вера, тем больше тебе будет дано. Если перевести это на наш саентологический язык, то чем больше в ТОНе 40 ты подаешь свою молитву Богу, тем больше результат ты получаешь. Это вот такая демонстрация, как мы можем это использовать в нашем случае для процессинга. That's a demonstration of how we can use that in our case for the processing. То есть многие религии используют этот механизм. This mechanism is used in many religions. Христианство много раз подвергалось изменениям. Christianity was subject to changes and alterations many times. Мы знаем, что Иисус ходил по воде, делал много чудес, и его последователи точно так же делали очень много чудес. Но постепенно эта технология молитвы или обращения к статике, по-нашему, постсанкологически, она выхолощивалась и становилась менее и менее эффективной. Имея данные от Рона, описание статики и формулы общения, и тренировочные упражнения. И благодаря ему мы можем восстановить свое общение с восьмой динамикой и использовать ее во благо нас же для улучшения наших кейсов для процессинга. Итак, мы будем делать три типа процесса на данном вебинаре. Первое – это как естьность умственных масс. Второе – это идеальное воспроизведение, это создание точной копии в том же самом месте, той же самой соматики. И так как наш процессинг настолько мощный, что он выжигает, вот прямо реально выжигает гигантское количество масс в теле. То для нормального функционирования тела нам нужно будет остановить обладательность. Это очень важный процесс. Если его пропустить, то просто возникает ощущение дефицита масс, и мы не сможем… Ну, будет некомфортно очень состояние. Первое – это как естьность. Давайте посмотрим, что такое как есть. Видеть что-либо точно таким, как оно есть, без каких-либо искажений или лжи. И в этот момент оно исчезает и прекращает существовать. На что мы это будем направлять? Мы будем направлять на умственные массы. Умственная масса – это масса, содержащаяся в умственных образах картинках фоксимиле в реактивном уме. Она обладает весом, очень незначительным, но она действительно им обладает. И она действительно обладает размером, формой и тому подобное. Ее пропорциональный вес, если его сравнить с реальным объектом, картинка которого делает человек, был бы ужасно крошечным. Я думаю, что это понятно, да? То есть не нужно этот термин пояснять как-то дополнительно. Ближе, может быть, к началу, это приведу больше примеров. Также мы будем прорабатывать мисс-эмоции. Мисс-эмоция – это какая-то неприятная эмоция, такая как антагонизм, гнев, страх, горе, апатия или ощущение смерти. Так, кто-то у нас рисует. Я сейчас запрещу рисовать. И, конечно же, мы будем прорабатывать заряды. И, конечно же, мы будем прорабатывать заряды. Заряд – это вредоносная энергия или сила, накопленная и хранимая в реактивном уме, происходящая из конфликтов и неприятных переживаний на опыте, которые были у человека. Удитинг разряжает этот заряд, чтобы его там больше не было, и он больше не оказывал воздействия на индивидуума. Также заряд от скопления энергии, хранящаяся на траке времени – это единственное, что освобождается или удаляется аудиторам страха времени. Под зарядом имеется в виду гнев, страх, горе или апатия, содержащиеся в кейсе, как мисс-эмоции. Итак, вот наш процесс. Найди заряд, вводи в состояние ОМНИ, рассмотри заряд, как есть из ОМНИ. И перед тем, как мы начнем его выполнять, давайте потренируемся в выходе в ОМНИ, в состояние ОМНИ. Есть несколько способов. Первый – мы просто расширяемся постепенно во Вселенной МЭС, становимся размером с планету Земля, до орбиты расширяемся Луны. Есть несколько способов, чтобы это сделать. Но первое – мы будем распространять себя. Давайте распространять себя на планете Земля. Расширяемся до размеров Солнечной системы. Расширяемся до размеров Галактики Млечный Путь. Расширяемся до размеров Галактического кластера. Расширяемся до размера Вселенной МЭС. Выходим за пределы Вселенной МЭС. И вступаем в контакт с исходной статикой. Теперь найдите массу какую-то в вашем теле, умственную массу. Это может быть какая-то небольшая соматика. Это может быть мисс эмоция в теле. Определите ее размеры, как она для вас выглядит. Какие у нее примерно размеры? И выставьте намерение в тоне 40, чтобы все статики направили внимание на эту умственную массу с целью рассмотреть ее. Обычно это происходит мгновенно. Не обязательно вся умственная масса или весь какой-то такой... Сразу пропадает вся соматика или мгновенно все исчезает, абсолютно все. Это не обязательно может произойти сразу. Но вы почувствуете, что какой-то слой точно пропал. Следующее, что вы делаете, просто смотрите новый слой этой соматики. Как он выглядит для вас, какую форму. И направляете внимание статики тоном 40 на этот новый слой. Ну что ж, у кого получилось? Отлично. Так, молодцы. О, супер. Отлично. Так, пока у нее получилось. И кто failed? Кто не мог делать это? надо еще немножко попытаться еще несколько раз это достаточно просто нужно еще попробовать да есть еще несколько I found the recognition point was instantaneous and so it was very useful when use indicators how to recognize the recognition point by recognition point you mean which point sorry I didn't forget that the recognition point of the release было очень здорово отметить именно точку в которой снялась часть умственной массы это очень здорово что Миша ты обратил внимание как это происходит что вот это такое окей спасибо окей так кто еще смог сделать или кто-то не смог сделать да я могу уточнить как это выглядит когда выходишь в Омни то есть после того как я вот выполнил команды и вышел в Омни первый раз отметил что теряешь местоположение теряешь любой объем любое качество и как будто ты просто как сказать ничем не являешься и просто вот бесконечность какая-то да то есть то есть легкая бесконечность и где-то как будто статика ощущается вот вот я первый раз обратил внимание на такое то есть что теряется абсолютно любая масса объем то есть любые параметры которые мы привыкли да как люди все это теряется когда выходишь в это состояние а может быть Максим ты сам смог перевести поделиться просто от себя этим озарением на английском да попробовать попробовать на английском окей it seems like when you go to Omni condition you lost any mass any location any volume any any kind of human senses human feeling and it's feel like nothing exists and endless and knee in a near feeling the static where nothing to a static feeling like big potential like maybe field of potential great thank you спасибо Максим действительно это очень достаточно точное определение то есть как можно почти что ты в статике многие люди мне рассказывают о таком состоянии что ты чувствуешь себя вот ничем и всем практически в один момент many people shared the same experience they said that being static feels like being nothing and everything and the same time окей кто то еще хотел поделиться anybody else who wants to share anybody else who wants to share how it went здравствуйте ну я вот почувствовал такое состояние как сейчас рассказал Максим I felt exactly I felt exactly the same as the guy before me told отлично отлично так кто то еще yeah I find I find I just dissolve existence and all that there is and here and now I just kind of do it in present time so I dissolve present time into static and theta good Татьяна я почувствовал как будто растворяюсь как будто растворяется настоящее время оно все растворилось в статике здорово ну что ж я отвечу на некоторые вопросы I will answer to some questions yeah как научиться расширяться до омни how to train oneself to extend to the omni state ну вот мне известно несколько способов как это сделать то есть первое это вы просто делаете и вы достигаете этого I know several ways to do it you just do it and you achieve it многие омни 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 рассказывали о том что это как накачивание мышц вы просто тренируетесь и вы с каждым разом все быстрее и быстрее выходите в состояние омни я расскажу еще несколько способов как войти в состояние омни статика это не только что то что где то находится там I will tell you several more ways how to get into the omni state static is not just something that is out there оно также и здесь it's also here то есть нет такого понятия что здесь вот тоже нет мы сами тоже статика we are static ourselves и мы можем представить что вот здесь прямо сейчас есть эта статика то есть вот мы статика и представим что вот здесь есть эта статика прямо здесь и сейчас we can feel the static being here and now right here and right now because we are static and everything is static too то есть можно почувствовать эту чистоту вот эту крайне высокую чистоту вот безграничную такую как бы этой статики you can feel the frequency of the static very high frequency of it то есть это не часть этой вселенной а это вот именно статика такая вот и она здесь не только она везде и она здесь в том числе it's not part of the mass universe but it's still here it's everywhere и вы можете просто как бы обращаться прямо сюда прямо здесь где вы ее представите и вот прямо там она и будет ну это еще один способ он достаточно сложный но если кто-то не почувствовал статику сам то ему будет это сложнее как бы делать but it's more complicated thing it's more complicated way to do it so if somebody did not feel the presence of the static it will probably be difficult for them to do it omni-auditor подсказывали мне также еще такой способ просто есть у рона процесс удерживать две точки в комнате omni-auditors told me also about ron's process about holding two points in the room и как только вы сможете спокойно это делать теперь представьте что эти две точки там два соседних фонаря на улице and once one has managed to do that now he's supposed to put these two points beyond the beyond the walls of the room and let's say there will be two i don't know two light posts outside on the street потом вы можете представить два дома на разных концах вашего города now let it be two houses located in the opposite ends of your city просто держите две точки на двух там высотных зданиях на разных концах вашего города and one has to hold these two points located on top of the two highest buildings of your city потом вы можете перейти на два города it's two cities afterwards два полюса планеты two poles of the planet Венера и Марс Марс и Венес соседние звезды в нашей галактике the closest the stars closest two stars closest to our galaxy и так дойти до предела Вселенной and this is how one can get to the limits of the mass universe это медленный процесс this is a slow process но он разобьет ваш кейс и и те препятствия которые существуют в кейсе чтобы дойти до состояния омни but it will destroy any obstacles in your case that prevent you from getting into the omni state еще одно один способ это медитация another way to do it is by meditation в различных практиках используются различные медитации и вот одна из них например опустить свое внимание в землю и медленно поднимайте внимание вот всю энергию которую вы забрали как бы с земли вот своим вниманием и поднимайте его до через все чакры поднимаете до головы и начинаете расширяться and then one is supposed to raise his or her attention out of the earth the ground through his or her chakras and extend further проходите через различные слои вселенной и выходите за ее пределы pass through different layers of the universe and get beyond it вот еще один способ то есть способов много there are many ways actually кто захочет он обязательно сможет достичь состояние омни это у всех есть право это право любого тетна им пользоваться далее вопрос а а а меня слышно да да а я вот у хаббарда классно это слышал аудио лекциях вот там есть экстеризация название вот там начинают зубочистки как он рассказывал одолите ее по чуть-чуть то есть плавно по градиенту начиная то есть стены разбирать ну это я так делал мне помогло вот в эту омни выйти я большое подтверждение получил сейчас вот от вас а ну разбирать вещи по чуть-чуть начиная как он приводит пример цветок горшок сначала чуть-чуть то есть за стены не выходить вот вы сразу планеты как бы да это классно но он говорит сначала в пределах комнаты дубли делать то есть там промокап очень много вот это разовьет очень сильно механизм ну разбирать что-то собирать скажем так в экстеризированном состоянии именно ну то есть плавненько по чуть-чуть не торопясь сразу ага окей Татьяна так я думаю это и это ну все все это это в в в в в в в в в окей продолжим теперь давайте возьмем какую-то мисс эмоция просто расстройство почувствуйте это это мисс эмоция миша у меня сейчас было какая-то пауза видео это у меня или у тебя наверное что сказал может быть почувствуйте ее вот как она и где расположена в вашем теле то есть ее границы почувствуйте выходим в ум не и тони 40 выставляем намерение чтобы они рассоздали рассмотрели эту мисс эмоцию у кого получилось поставьте палец вверх или какую-то реакцию вот у себя внизу экрана есть такая кнопочка реакции у многих получилось отлично посмотрите что мы сейчас сделали для стандартном процессе не для того чтобы выбрать мисс эмоция нам необходимо стереть целую цель сейчас за несколько секунд вы удалили целую цель это сэкономил он как минимум полчаса времени стандартного процессинга у хорошего аудитора и сегодня мы еще много цепей сотрем так у нас есть вопросы омни-процессинг применяется на уровне хотим на эти уровнях не применяется омни-процессинг это более поздняя разработка и более поздние данные уже после того как после смерти лрх уже капитана роберсон разработал ввел сам термин омни и сам омни-процессинг используется в других практиках он используется конечно же с момента их создания но в синтологии где-то год назад начали применять other practices the adepts of other practices use this a lot but we only we have only used it in Scientology for a year ok дальше идем LRH said that one PC he audited lost some 35 librums in one session do you think that is true? LRH писал, что один приклеер, которого он эдитировал, потерял 35 фунтов за сессию как вы считаете, это правда? такое может быть? это к вопросу о процессе обладательности да, скорее всего именно к этому то есть если не делать обладательность, то аппетитер может получить очень много умственных масс потерять и это не всегда комфортно yeah, that's regarding havingness if they don't do havingness processes when required PC may get very uncomfortable because of loss of great many for great deal of mental masses как только подумаю о статике начинается зевота что это может значить? as soon as I start to think about static, I start to yawn what can this mean? ну, я предполагаю, что выходя в статику, человек просто расслабляется и тело расслабляется I suppose it's because your body relaxes when you get into static была головная боль, интенсивность 9 баллов из 10 ушла соматика на 90% сразу I had a headache on the scale of 1 to 10 it was 9 and the somatic was gone for 90% at once ok, отлично, спасибо, что поделились результатом пока расширялась, чувствовала изменения каждого уровня и когда вышла статику, то не было эмоций, только знательность и самоопределенность возникло только желание подтверждения и почувствовала, как идет процесс отлично так, как находить массу в теле? how can one locate the mass in the body? масса – это любая соматика масса – это любая мисс эмоция, отрицательная эмоция масса – это любое давление, где-то там вот так вот, где чувствуете какое-то неприятное ощущение это соматная масса масса – это картинки, которые вы видите масса – это также картинки, которые вы видите это экраны, через которые вы смотрите или на которые вы смотрите если у вас черные экраны перед глазами или вы не можете вспоминать картинки у вас черные экраны или какие-то непрозрачные экраны так что я думаю, с небольшой практикой вы научитесь находить массу любое состояние, которое не является идеальным для вас – это масса она вызывается умственной массой если я засыпаю сонный и сейчас не время спать если у меня неприятные ощущения там в желудке, например если у меня пониженная какая-то активность и вот я чувствую себя изможденным это сегментная масса представьте себя, как вы были в совершенно недавно в шикарном классном состоянии представить мысливообразить или вспомнить? не, представьте ну да, ну или вспомните, вспомните момент и вот все, что не является этим классным состоянием – это умственная масса это реактивный ум в рестимуляции и все, что не является вот этим вами идеальным – является умственными массами и это вы можете поработать с помощью умни-процессинга everything which is not the perfect you is mental mass and this may be worked with using omni-процессинг окей, надеюсь, я это объяснил окей, I hope this – I give you an answer to this question так, вопрос от Леван Хай how different is the omni-state and the exteriorization? чем отличается состояние омни и экстерилизация? ну, экстерилизация – это лишь небольшой выход петана из тела ну или большой выход петана из тела эмстерилизация – это когда вы вышли за пределы вселенной вы чувствуете себя статикой и выступили в контакт с той статикой, которая создала эту вселенную И вот это максимально возможная может быть степень экстеризации. Когда вы покинули все, что только можно, все игры, и вы с той статикой, которая почувствовала себя той статикой, которая создала эти игры все. Так, у нас есть комментарий, улучшилось зрение. Стало четче, ярче, объемнее. Отлично. Хороший результат. Если я ни разу не экстеризрелась, я могу зайти в умнее? Как писал Рон, мы и являемся, то есть Тэтан и является статикой. Да, вы можете это сделать, ну, просто почувствовать это состояние. Кто-то это делает таким раз и сразу там. Кому-то нужна постепенная тренировочка и выход в умнее по градиенту. Я предполагаю, что некоторые люди, которые очень сильно интровертированы. И нужно пройти объективы, тренировочные упражнения. И после этого вы сможете легко уходить в умнее. After that, they can get into the умнее state real fast. Ну, я начинал использовать умнее со своими друзьями, которые от Ти. I started to use only with my friends who are OT. То есть сначала я тренировал на себе, пробовал на себе, потом на друзьях. First I tried it myself and then I involved my friends. Потом со своими приклирами с некоторыми. Then I used it with some pieces. И месяц назад начал, ну, достаточно с большой группой это практиковать. A month ago I started to do it with a big group of people. Поэтому я находишься только в точке сбора информации, как это бывает и как это может быть. That is why I'm just at the point where I gather information and I see various ways it can be. Если человек не может сразу выйти в умнее, то мы подберем процесс урона, то есть или программу урона из нескольких процессов для того, чтобы человек мог это делать. If somebody cannot get into the умнее fast, we can find a process or a set of processes, a rundown in one's writings to get him to do it real quick. Окей, идем дальше. Мы попрактикуемся о омни-процессинге. Now let's practice омни-процессинг. Из стандартной технологии мы знаем, что один из наиболее тяжелых зарядов – это разрыв ОРО. И продолжая жить с разрывом ОРО или аддитироваться через разрыв ОРО, человек ухудшает состояние своего кейса. Поэтому я сейчас хочу использовать данный процессинг для того, чтобы урегулировать в первую очередь возможный разрыв ОРО, который у вас есть. If you don't feel any inner response or reaction within you to this or that, I can just don't take it. Наиболее ярким проявлением разрыва ОРО является разочарование в чем-то. Поэтому для того, чтобы найти разрыв ОРО, я буду использовать эту приставку как разочарование в чем-то. И используя разочарование, мы находим сразу область разрыва ОРО. Найдите разрыв ОРО с самим собой. То есть это разочарование, в данном случае разочарование в самом себе, в своих способностях, в своих возможностях. У вас что-то не получилось, и вы потом разочаровались. Выйдите в ОМНИ и направьте внимание на массу этого расстройства, этого разочарования. Так, у кого получилось, палец вверх ставим. Если у вас не получается выйти в ОМНИ, тогда, пожалуйста, не рестимулируйте у себя эти разрыв ОРО. Это ухудшит ваше состояние, и не делайте этого. Так как это мгновенные результаты, то мы получаем мгновенные результаты, то я полагаю, все, кто смог это сделать, они уже закончили. Найдите еще одно разочарование в самом себе. Это обращение к тем, кто может выходить в состояние ОМНИ. Определите массу, как она выглядит, ее размеры, пределы в вашем теле или около тела. И из ОМНИ направьте внимание этих статиков, чтобы они рассоздали эту массу. Так, у кого получилось, палец вверх ставим. Теперь найдите самое раннее разочарование в самом себе, которое вы только можете вспомнить. Возможно, оно было в детстве, когда вас кто-то обидел или что-то вам не дал. Определите массу в вашем теле, ее размеры, пределы. И в тоне 40 направьте внимание из ОМНИ на рассоздание этой массы. И используйте тон 40, while directing the attention from the OMS state to make this mass disappear. Так, у кого получилось, палец вверх. Отлично. Хорошо. Хорошо. Так. Надеюсь, у всех получилось. И кто это делал? Можно сказать, Миша? Да, да. Я увидел визуально первый разрыв АРО вообще, который существовал. Это было интересно. То есть он в виде такого белого Тора в моем пространстве, где-то собственная вселенная, выглядел как дыра. Такая вот, круглая. И с белым ореолом. И когда я это уладил, он затянулся и перестал существовать реально, визуально, как бы, пространстве в собственном. Здорово. Так, кто-то еще? Татьяна, перейдешь? Максим saw his very first disappointment in the form of a white hole in his space. And after he done the process, the hole just disappeared by itself. Окей. Кто-то хочет еще поделиться? Anybody else who wants to share his one? Or just how to? Да, я бы хотел. Ага, я сначала в своем пространстве одну, две вещи увидел, три. Потом думаю, посмотрю на всех людей и прям увидел, как звезды, их много-много зажглось. И просто из этого состояния они до нуля. То есть, прям с весельем, с таким... Ну, весельем, в смысле, с хорошим настроением у меня получилось такое, у меня. Здорово. Спасибо. Да. Так, Татьяна? I saw other people participating in the processing as stars, and they were shining, and they were very happy doing that. Окей. А кто-то еще хочет поделиться? Anybody else who wants to share? Да. Урая... 先 я заинтересовано? свои воно и追тот.. в команде «Оталь». И я также получилarrсу то , «Инкарнается» в интернету. 기도 «Оталь». Не prepared к нам? I got the earliest one which was my choice and decision to participate in eternity and I also got the most recent block just prior to incarnation this lifetime in between lives before this lifetime ok I found I found I could restore the moment when I was connected with the endless before the beginning I also remember the block when I was reincarnated in this life and it happened between lives ok disappointment with myself disappointment with myself И этим разочарованием был я сам. Очень интересно, спасибо. That's very interesting, thank you. Окей, кто-то еще хочет поделиться? Anybody else wants to share? Так, не вижу. Идем дальше. Окей, let's move on. Так, следующее. Давайте разочарование по второй динамике. Давайте именно в партнере по второй динамике. Возьмите разочарование и выйдите в Омни и посмотрите из Омни на эту массу. Отлично. Так, ставим палец вверх. I'll give a reaction in the reaction box. Хорошо. Теперь найдите другое разочарование в партнере по второй динамике. Посмотрите, где оно находится как умственная масса. Определите ее границы. Locate it as a mental mass. Find it where it ends. Extend to Омни. И посмотрите из Омни на эту массу. And look at it from the Omni state. Кто завершил палец вверх? Я свяжу. Give a reaction. Отлично. Excellent. Супер. И теперь давайте найдем самый ранний случай, с которым вы можете вступить в контакт, когда у вас было разочарование в партнере по второй динамике. Now contact the earliest disappointment in your partner. Так. Окей. Получилось? Okay, you got it. Замечательно. That's great. Супер. Теперь давайте посмотрим на другую часть второй динамики. Это дети. Now let's have a look at the other side of the second dynamic. And that is children. Если у вас нету детей, то вы можете вспомнить какое-то разочарование, что у вас их нету, или разочарование в чужих детях, в соседских детях. If you don't have kids of your own, you may just put your attention on somebody else's kids, the disappointment regarding that, or probably the disappointment regarding you not having kids, something like that. Берем из-за очарования, смотрим массу, как она выглядит, выходим в омни и смотрим на нее. Now take this disappointment, locate the mass, what it looks like, get into the omni state and look at it from the omni state. Кто завершил, палец вверх. Give a reaction when you're done. Михаил, я извиняюсь, у меня у одного такое наслаивание. То есть, одну вещь как бы распрямилась, она исчезла, следующая, вторая, третья, прям их много-много. Да, кисть с слоями расположена, как капуста. Так что просто берешь одно, второе, третье, можешь рубить как капусту. Это невероятно вообще. There's a comment on the case going in layers. The case is made of layers. The guy said he handled one layer and there are other layers beneath it. It's okay. It's the way it's made. The case is made. Just go on. Go on omni-ing it. Теперь давайте найдем другой случай, когда у вас было расчарование в детях. Now let's find another incident of disappointment in kids. Определяем массу, выходим в омни, смотрим на массу. С намерением рассоздать. Define the mass, extend to the omni, and look at the mass with intention to make it disappear. Так, у кого получилось, палец вверх. Give a reaction when you're done. Хорошо. This is good. Now let's find the earliest disappointment with kids. Определяем массу, выходим в омни и направляем внимание с намерением рассоздать. Define the mass, extend to the omni-state, and draw your attention to it with intention to make it disappear. Отлично. Так, и как-то показываем, что вы завершили. Give a reaction when you're done. Хорошо. Так, замечательно. Кто хочет поделиться результатами? Okay, that's great. Now, anybody who wants to share how it went? Well, if we take the concept of not-из-ness, is-ness, alter-из-ness, as-из-ness, I recognize I've worked through that scale to where I'm now, operating as-из-ness. Если мы посмотрим на состояние ясности, как ясности и на ясности и неясности, я распознал, в каком из них я нахожусь. Это очень хорошее подтверждение. Потому что я всегда был в состоянии омни-state. Я всегда был в состоянии омни. Это мое естественное состояние. И сейчас, когда я просто смотрю на что-то, оно исчезает. Так что, большое вам спасибо. Здорово. Да, это действительно естественное состояние для каждого существа. Какой уровень на мосту должен быть у человека, чтобы применять омни? Любой уровень на мосту достаточный для того, чтобы быть в омни. У вас есть право его использовать по праву Теттена. Так, как глыба в 300 килограмм отвалилась и резко улучшилось настроение? Возникает ощущение обнуления и даже сразу не помню, с чем работала ранее. Я чувствую себя очень fresh и даже не помню, с чем я работала раньше в процессе. Да, такое бывает. И действительно, когда резкое расслабление от того, что масса пропала, действительно бывает, что некоторые замешательства, что не знаешь, что делаешь, что происходит. Да, иногда это происходит. Иногда это происходит, потому что масса будет дизольным очень инстантно. Масса, которая у вас была, это было стабильное данное. И оно вдруг раз и пропало. Его нет. Окей, следующий комментарий. Смешно. С точки зрения омни все это разочарование показалось незначимым, неважным, сильно преувеличенным. И тоже произошло как закрытие некой дыры. Миша, еще важный момент есть. А я получил превышение. И пришлось урегулировать его. И это может ожидать любого. Смотри, тут не превышение. Может быть, смотри, ты одну массу убираешь, возникает новая. И ты ее чувствуешь как превышение. Вот это может быть еще. Нет. Это было именно превышение. То есть пока я его не урегулировал, то есть масса, наоборот, разрасталась. Я понял. Ну, не знаю, я не встречал превышения в процессинге. Поэтому я встречал, если вдруг одна масса держала другую, то действительно массы потом начинают накручиваться. Нужно просто эту массу регулировать. Ну, я бы сказал, что если была большая победа, и после этого продолжалась работа и ухудшилось состояние и не восстанавливалась при продолжении процесса, то, скорее всего, это оверан. Это то, что происходит иногда. И нужно его урегулировать. Я согласен с тем, что если большая победа у вас, то лучше приостановиться. Если действительно очень большая победа, на этом можно остановиться. И лучше дальше не идти, потому что лучше ей насладиться. Если у вас есть большая победа в этом процессе, то лучше остановиться и просто насладиться. Так, у нас тут есть комментарии. I'm having cognitions. Комментарии. У меня озарение. Да, озарений может быть очень много на этом. То есть, когда заряд уходит, и сразу куча озарения может быть. Это действительно такое случается. Представьте, что один такой заряд – это целая энграмная цепь. И вот мы его убрали, и оно на вас больше переставляет. Конечно, у вас будет очень много зарядей. Можно ли использовать ОМНИ в отношении других людей и событий в МЭСТ? Можно ли использовать ОМНИ в отношении других людей и МЭСТ-эвентах? Использовать можно. Многие это делают. Но пока вы на себе не потренировались в достаточной степени, лучше пока не лезть в чужие кейсы. Да, можно. Но лучше управлять, чтобы использовать ОМНИ только на себя первое, before handling other people's cases. Если вы будете слишком много и слишком долго в чужом кейсе что-то делать, то вы просто скопируете на себя все его восприятия. Абераться – это очень неприятное состояние. Если вы работаете на чужом кейсе слишком долго и слишком много, то вы можете просто уйти их аберрации в вашем кейсе. Это очень ужасно. Многие приклировали мне о том, что они могли поссориться с женой, просто видят у нее массу. Раз по этой массе долбанула за ОМНИ и все. И жена веселая, хорошее состояние, танцует. После этого я думал, лучше научить ее выходить в ОМНИ саму и чтобы она сама могла увеличивать свой кейс. Татьяна написала, «Я нашла заряд по разочарованию с собой и устранила. Стало физически легче и приятная прохлада прошла по телу». И словно узел в груди развязался, конкретно полегчало. Спасибо, что поделилась. Отличный результат. Спасибо, что поделилась. Я хочу спросить, вмешательство из другого человека нарушает право ТЭТа на другого? Удитинг – это все определенные состояния. Да, всегда все определенные состояния. Я не поняла вопрос. Кейс другого человека мы вмешиваемся, рассматриваем какие-то там у него массы. Это же нарушение прав ТЭТа на. Нет такого ТЭТа, который не хотел бы стать способнее и избавиться от зарядов. Да, но он должен захотеть. Да, но всегда лучше, то есть правильнее спросить у него, а хотел бы ты избавиться от этих умственных масс? Лучше не играть в режим ВОГа и не пытаться вмешиваться в чужие кисы. Не играйте с Богом. Не пытайтесь разговаривать с другими ситуациями. Учайте себя. Причем о Боге. Посмотрите на вторую динамику как на творчество. Расочарование в созданиях и в рассозданиях. Там очень много интересного. Когда мы смотрим на вторую динамику как на творчество, то есть может быть разочарование в созданиях и в рассозданиях. Так, давайте продолжим, это уже у нас время много. Следующее, с чем я хотел бы поработать, давайте разочарование в саентологии. То есть было у вас такое? Давайте возьмем разочарование в саентологии. У вас есть? Было у вас такое? Или в саентологах? Или в терминалах саентологии? В аудиторах? Или в терминалах, аудиторах, наверное. В КСах, в этике. Вот какое-то, найдите такое разочарование. И проинитируйте. Выйдите в ОМНИ, направьте внимание на массу, рассоздайте. Это может быть у нас в СССР, или в ОМНИ, направьте внимание на массу. disappointment and have it disappear. Отлично. Так, кто завершил, палец вверх. Now give a reaction when you're done. Отлично. Найдите другой случай, когда у вас было разочарование в саентологах, терминалах саентологии, в аудиторах, в ТСах. Определите массу, выйдите в ОМНИ и рассмотрите ее, как есть. Define the mass, extend to the Omnistate and as is it. Отлично. И найдите самое раннее разочарование в саентологии, которое вы можете вспомнить или в аудиторах. в колецах. I take the earliest disappointment with Scientology that you can remember. Scientologists, auditors, terminals, CSS. выходим в ОМНИ и, как есть, делаем заряда. Get into the Omnistate and as is the charge. Okay. Так. Все получилось? Everybody done that? замечательно так я оставлю вот эту в записи будет вот этот список вы можете просматривать запись проделать все остальные терминала и проработать там по третьей динамике там и так далее там родители в особенности разочарования очень много разрыва форо с родителями бывает вы это можете потом проработать так идем дальше аксиома 20 аксиом 20 если побудить статику создать совершенный дубликат чего-либо существующего или в части это исчезнет создание совершенного дубликата означает еще одно создание данного объекта его энергии пространства в его собственном пространстве его собственном времени с использованием его собственной энергии это нарушает условия о том что два объекта не должны занимать одно и то же пространство и приводит к исчезновение объекта сейчас мы будем применять 20 аксиома для того чтобы справиться с какой-то умственной массы мы можем использовать этот процесс тогда когда достаточно сложно рассоздать некоторые умственные массы их нужно или у вас есть какое-то состояние такое нежелательное как-то думать о себе как-то негативно например вот и вот представьте что вы создаете точно самое точно такую же вот негативную мысль о себе в том же самом месте и это все пропадает иногда сложно умственную массу просто вот как-то и увидеть но можно почувствовать и создать ее и в этот момент она пропадает так что давайте найдем умственную массу миша мне нужна секунда на перевод да хорошо сделаем пять минут let's take a five minutes break is it ok with everyone окей через пять минут мы встречаемся ура 22.18 meet you here in five minutes окей мы проложим да у нас был процесс по аксиоме 20 нам нужно найти умственную массу войти в состояние омни создать модель умственной массы а в том же самом месте нежелательное состояние очень хорошо с ним справляют вот этот процесс справляется или фиксированные состояния тоже очень хорошо этот процесс разбивает this is for unwanted or fixed conditions окей найдите массу которую хотите рассоздать ok the mass that you want to make disappear определите ее габариты как она выглядит в вашем теле какую форму размеры пределы выходим в омни и намереваемся чтобы омни создала точно такую же массу в том же самом месте extend to the omni state and intend for the omni to create the exact same mass in the exact same same space у кого получилось мальчик give a reaction give a reaction when you're done хорошо good так ну найдите еще какую-нибудь массу и и смокопируйте ее из омни в том же самом месте в том же самом пространстве в том же самом времени use the omni state to mock up it mock it up in the same space at the same time если получилось палец вверх замечательно ну и давайте найдем последнюю массу за сегодня определите где-то масса смотрите масса может быть и эмоция и мыс эмоция и фиксация на чем-то внимание на чем-то то есть это может быть любой тип не обязательно такое какое-то физическое какое-то состояние эмоция омис эмоциями с маиде нас it's not just a physical something now let's find let's look at the last mass for today выходим в омни и мы копируем эту массу Можете взять просто свое текущее ощущение в желудке и смокопировать его и посмотреть, какой будет эффект. Смотрите, что случилось. Отлично. Кто завершил, палец вверх ставим. Я буду делать реакцию, когда вы готовы. Замечательно. Кто хочет поделиться результатом? Кто хочет поделиться? Ну, то есть это неожиданно было обнаружить в памяти. А потом я понял, что у меня был куча опыта, когда пытался в эту игру играть, делать свои копии, которые неполноценны, как дети. И у меня как-то не получилось. Мне всегда это разочаровало, я их создавал. А вот потом как-то я смирился с игрой из 2D, которая текущая есть. Ну, просто такая игра. А сам для всех размножения, ну, несколько раз делал полноценный копий. Тогда было все нормально, а он не полноценный никакил. Все. Спасибо. Руслан shared his experience with looking at his experience, looking at second dynamic, how it was with him, his story. Кто еще хочет поделиться? Anybody else wants to share? Окей. Так, ну, пока нету. Идем дальше. Так, тут есть комментарии. Let's move on to the comment. Начало качать из стороны в стороны. Забавно. I feel like my body is swinging from side to side. It's funny. Да, интересный результат. Так, кто-то еще хотел поделиться? Anybody else wants to share? Yeah. Okay. Hello? Yes? Yes. Sorry. Yes. Very useful. Clearing up masses. Очень полезно. Клирование массы. Okay. Cleared up masses from previous auditing cycles. And also auditing cycles with other people. So very, very useful exercise. Я прочистил массы и также auditing с другими людьми. Очень интересная тренировка. Спасибо. Thank you. Okay. Идем дальше. That's what we want. Так, и заключительный процесс у нас на сегодня – это омни-обладательность. The final process for tonight is omni-havingness. Не забывайте делать этот процесс и иногда делать его даже в середине сессии по нескольку раз. Don't forget about this process and sometimes please do it even in the middle of your session. Если вы сожгете слишком много умственных масс в своем теле, If you burn too many mental masses in your body, это будет очень некомфортное состояние. It will feel very uncomfortable. Поэтому омни-обладательность крайне важна для проведения. That's why this process is really important. It's critical. Okay. Процесс такой. Выходим в состояние омни. The process is as such. Getting to the omni state. И создайте входящий в свое тело поток энергии из омни, необходимое тело для оптимального функционирования. Create a flow of energy into your body from омни, which your body needs for optimal functioning. Просто поток энергии, который наполняет ваше тело и пространство вокруг тела, потому что оно тоже содержит умственные массы. An incoming flow, which fills your body and fills the space around your body, because this is also a part of your body. Представьте, что тело наполняется такой хорошей, светящейся энергией, энергией жизни, энергией радости, теты. Fill your body, fill up with energy, with happiness, with theta, with something that it needs to live. В восточных практиках вам бы сказали, наполнитесь энергией благости. В христианстве, может быть, на то, что у вас не зашел святой дух, вот такое вот ощущение. Полная наполненность энергии появляется, расслабленность и вот классное просто классное состояние. You feel this incoming energy and your body relaxes and it's just a really great condition. У кого получилось, палец вверх. Now give a reaction. We're finished. Супер. Здорово, здорово. Так, кто хочет поделиться результатом? Now who wants to share? For me, it was like restoring the essential form of the body. Yes. Для меня это ощущалось как восстановление самой сути моего тела. Okay? Здорово. Классно. Yeah, that's great. Thank you. Okay. Так, кто еще хочет поделиться? Anybody else wants to share? Руслан? Ну, очень приятное такое состояние, когда потоки вхлынут. Они даже не просто восстановили, а потоки слегка подчинили какие-то штуки в теле. И вот очень приятно. I can feel that this energy restored something in my body. It just healed something. It's great. It's great to feel. Спасибо. У нас комментарий от Натальи. Блаженствости зашло и ощущение целостности. We have a comment in the comment section. I feel goodness and I feel whole. Wholeness. Игорь комментирует. Немного переработал поток ощущения переизбытка силы. Somebody just had too much of this incoming flow. He feels he's got too much power now. Okay, David написал I get it, I love it, I just need to work on it on my own time. А еще комментарии. Я понял, мне очень нравится. Мне просто нужно самому в своем темпе с этим поработать. Хорошо. Спасибо. Так. Okay, thank you. Гульнара, спасибо, классно себя чувствую. Thank you, I feel great. Ирина? Ощущение, что ты попадаешь в нирвану, такая прохлада, легкость. И у меня всегда на этот процесс очень хорошее, в общем, падает тонар, прям легко становится. Что падает? Ручка тонна. Ручка тонна очень сильно падает. I feel great, I feel this pleasant coolness in my body, and I always have my TA dropping, dropping, falling down in this processing. Замечательно. Так, Евгения, великолепное состояние написала. There's another comment. It's a great state. Гульнара, спасибо, классно себя чувствую. Thank you, I feel amazing. Ну что ж, спасибо. Так, я перехожу к следующему кадру. Okay, let's move on. Итак, чего мы можем достичь? И когда мы можем остановиться? Okay, what can we get and when can we start? Если вы чувствуете, что у вас безмятежность, у вас такое замечательное состояние, то вы можете остановиться, уже дальше не стоит работать. Если вы чувствуете состояние игры, вы играете, у вас все классное состояние, вы побеждаете, вам интересно, то тоже это классное состояние, не стоит дальше что-то копать. Если у вас не такое состояние, то посмотрите, какая умственная масса находится в рестимуляции, и проработаете ее, чтобы выйти в эти состояние. Если у вас есть условия, то просто возьмите ее в сессию, работайте ее using Omni, и в этот состояние. И по сути, это КС на клирование, само клирование с использованием Omni-процессинга. Любая масса, которая вас отделяет от идеальных состояний, это та масса, которую нужно, не только можно, но и нужно проработать. Как кейс может выглядеть с точки зрения его строения? Один из участников нашего вебинара сообщил, что у него слоями выходят заряды. Ну, примерно так кейс устроен, вот как листы в капусте. Это мне напоминает структуру каббища. Это как кейс из-за кейса. Иногда вам нужно проработать несколько уровней масс, чтобы полностью от них избавиться. Sometimes you have to work on several layers of mass to get them vanished fully. Ну, иногда достаточно просто посмотреть, и полностью масса пропадает. Sometimes it just takes one to look at it, and the mass disappears. Если вы чувствуете следующий такой капустный листок массы, это не значит, что процессинг не работает. Просто это следующий слой, который нужно проработать. If you feel that there is another layer of the mass, it doesn't mean that the processing doesn't work. It just means there is another layer that you should work with. Сейчас я хочу поделиться цитатой Рона, что такое, какова цена свобода. Постоянная бдительность, постоянная готовность дать отпор другой цены нет. Если вы хотите быть свободным от умственных масс, от рестимуляций, то вам необходимо при первом же признаке рестимуляции или наличия умственной массы продетировать ее. Как только вы выработаете у себя такой шаблон агитирования умственных масс, как только вы их замечаете, как только вы замечаете ухудшение своего состояния? С этого момента вы будете чувствовать все более и более свободным себя. As soon as you do it, the sooner you will feel free, and the more your freedom will get. Сейчас я хотел бы сравнить немножко технологии стандартного процессинга и омни-процессинга. No, let's compare, let's make a little comparison of the technologies. Цивилизация попала в такое состояние, что в ближайшее время мы ощущаем, что окно возможностей клирования планеты закрывается. Стандартная технология – это достаточно долго, достаточно дорого, но, конечно же, стандартно. Омни-процессинг позволяет клироваться быстро, дешево и эффективно. Один из таких очень позитивных факторов омни-процессинга, что очень сложно создать пропущенный заряд, если следовать правильной процедуре. Если вдруг что-то истимулируется, вы просто продолжаете прорабатывать массы до тех пор, пока они полностью не будут проработаны. При потере обладательности вы восстановите обладательность. Это базовое правило, следуя которым вы не создадите пропущенный заряд в своем кейсе. С помощью омни-процессинга вы прорабатываете умственные массы, энграммы и любые заряды гораздо глубже, гораздо эффективнее и гораздо с меньшим пропущенным зарядом. Стандартная технология предназначена для среднего класса и высшего среднего класса. Человек из низших слоев общества не может оплачивать аудитинг и обучение, потому что это дорого. С омни-процессингом неважно, каков у вас доход, вы можете достигать, вы можете адитировать себя быстро, эффективно и без пропущенного заряда. Я хочу представить вам курс омни-процессинг ремонт жизни. Пройдя данный курс, вы научитесь делать ремонт жизни и прорабатывать заряды настолько глубоко, настолько эффективно, которые недоступны при обычном процессинге. Сейчас здесь присутствуют выпускники данного курса, и они могут подтвердить вам мои слова. Кто-то может поделиться? У меня в прошлый год был очень интенсивен на аудитинг, то есть в общей сложности я провела 4 месяца в сессиях стандартного аудитинга. Пройдя курс Михаила, за 2 недели я стерла намного больше заряда, и показатели были намного сильнее, результаты от этого процесса. Глядя на меня, люди заинтересовались этим процессом, и сейчас активно наблюдают вебинары Михаила, чтобы присоединиться к этому курсу. Ну и также для меня ценно стало, что Михаил научился настоятельно стирать эти заряды. Сейчас, например, многие процессы, которые мы делали, у меня были проработаны, и меня порадовало, что всплыли новые слои, которые я смогла проработать сейчас. И параллельно я выполняла курс, который дал Михаил, одно из заданий этого курса. И были очень серьезные результаты. То есть я, например, ну, вскрылись слои, которые ощущались как очень такая тяжелая соматика в обруте головы, тела. И сейчас, благодаря сегодняшнему вебинару, абсолютно все соматики я удала. Мне очень нравится все-таки подтверждать это на деметре, и моя стрелка стала намного более легкой, сценарий упал. То есть я в восторге. Спасибо большое. Спасибо. Так, Татьяна, ну как, получится перевести? Не думаю, что да. Ну давай, несколько слов, может быть. Да-да. Ну, в целом, Ирина сказала, что обни-процессинг, что она проводила два месяца, помогает ей более зарплатить, или более зарплатить, чем она могла бы делать когда она была удовольствием для четырех месяцев. Она была университетом, стандарт-сессингом, стандарт-сессингом. Она проводила обни-процессинг, она проводила много людей, кто-то еще хочет поделиться? Евгений? Здравствуйте всем. Я прошел курс Михаила. То есть это двухнедельный курс был, мы занимались. Что я хочу сказать именно по этому курсу? Мои победы какие? То есть заряды вообще уходили гигантскими количествами. С учетом того, что при занятии стандартным модистингом, конечно, это все прорабатывалось. Здесь легче и быстрее. И хочу отметить, знаете, что омни-процессингом он стал как частью жизни, просто это даже не обязательно входить в состояние омни. То есть я так думаю, что вообще не выхожу из этого состояния. И находясь, ну просто вот в жизненных любых ситуациях, идешь, рассматриваешь, увидел какую-то соматику, посмотрел, нету. Какие-то заряды, они прямо отлетают. И я очень благодарен Михаилу за предоставленное обучение. Спасибо, рекомендую. Спасибо. Так, Татьяна, попробуй. Евгений сказал, что омни, the course that he took on омни, has done very much. He's got lots of success from it. And he says that омни has become part of his life. And he doesn't get to even, no one will get into the омни-state to handle any situation or any mess. Окей, спасибо. Я хочу поставить акцент, что это мы не применяем каких-то новых процессов. Мы используем только стандартную технологию Атрона. То есть только процессы Атрона. I want to emphasize that these are not new processes. This is Ron's tech. This is standard Ron's tech. Единственное, что мы изменили, это то, что нас ориентирует теперь статика. Мы как бы нанимаем 10 на 10 сороковой степени аудиторов. This is like we hire 10 in the 40-degree auditors. В физике есть такой принцип рычага. Когда вам нужно что-то поднять, и вы, чтобы это сделать, вы многократно увеличиваете плечо этого рычага. This is used for raising very heavy things. You have to increase the angle each time. И получается, что результат мы увеличиваем. То есть результат увеличивается от количества аудиторов, даже тех существ, которые смотрят на эту умственную массу. То есть 10 мы увеличиваем, то есть то у нас был один аудитор, а сейчас у нас 10 на 10 в сороковой степени аудиторов. И благодаря омни-процессингам у нас есть шанс действительно клировать планету. И можем это сделать очень быстро и очень эффективно. We can do it very quickly and very efficiently. Окей, так. Я сейчас посмотрю, что у нас дальше. Курс будет, ну, для англичан я планирую на 1 мая. Если кто-то хочет получить индивидуальные консультации, могут обратиться ко мне. If you want an individual consult, you may contact me. Вот мои контакты. This is my contacts. Татьяна, Бакланова, можешь скинуть ссылки на… Да, отлично. То есть вот есть для группов Telegram и есть группа в Facebook. То есть скорее страница в Telegram, страница в Facebook. Кто хочет, подсоединяйтесь, вы будете знать о всех новостях. Так, это английский, ну, это русские группы. А, вот еще есть английская, да. Окей. Присоединяйтесь к группам. In the chat box there are links to groups in Telegram and Facebook. Please join. Я буду публиковать там историю успеха и ближайшие события. There will be success stories in upcoming events. Я планирую каждые две недели проводить бесплатный вебинар для тех, кто, может быть, не может на курс записаться. I intend to make free of charge webinars every two weeks for those who cannot for this or that reason join the course. Будет раскрыто применение различных процессов ровно с помощью ОМНИ на таких вебинарах. I will develop on the use of Ron's processes using Omni, from the Omni perspective. Окей. Ну что ж, это конец вебинара. Я благодарю вас за то, что вы пришли, за то, что вы делились своим успехами, за то, что вы помогали себе и Рону, и мне, и всем остальным конкурировать эту планету, сделать ее лучше, чище, менее аберрированной. Если кто-то хочет что-то напоследок сказать, поделиться, то добро пожаловать. Мы готовы услышать. If you want to say something, share something, please do. Спасибо большое, Миша. Спасибо. Огромная работа. Спасибо. 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 А ну, окей, пусть, а ну, ладно? Лев? Да, спасибо большое. Когда ЛРХ решила Сиентологию в 1953, это в Ассоциативной новостке, я думаю, это 28 апреля или что-то такое. 28 апреля, 1953, Ассоциативной новостке. He explains that the difference between Dianetics and Scientology is that in Scientology we exteriorize a person. And when the person is exteriorized, they're able to deal with any quantity of aberration. В 1953 году, кажется, 23 апреля, вышел выпуск от Рона, в котором он проводит разграничения между саентологией и дианетикой. И он говорит, что саентология позволяет экстериализировать человека. А когда человек экстериализирован, он может справляться с большим количеством аббираций. Окей? And this is a matter of training. Sorry? And this is a matter of education and training. И все зависит от обучения. Окей? Thank you very much. Большое спасибо. Thank you. Так, Лев? Ага, спасибо. Я хочу выразить большую благодарность. Это я вот сейчас, вы первый саентолог, который движется в сторону, ближе к физике. И я к этим выводам пришел еще года два назад. И мне важны были ощущения, как человек, сам Тэтан, общается, как управлять материей. У меня даже такая шуточная идея есть. Я делюсь с друзьями, чтобы сферу зажечь. Вот так вот. И это такая идея, она мне просто складывает путь по жизни так, находить людей, кто изучает физику, философию. И вот в этом русле двигаться. Также на протяжении четырех лет, каждое лето, гуляя на улице, слушал ЛРХ, лекции. Вот они меня очень сильно сдвинули в сторону физики. Я понял, что он изучал физику, вот эту ядерную физику. Я его на все доклады, про рейджи смотрел в интернете. И меня случайно привело к эфиру. Я давай изучать технологии эфира. И вот все, что вы сейчас описываете, тут по сути надо сказать не технологии ОМНИ, спасибо, а тому, что мы распрямляем вот эти сгустки тонких энергий. Вот сейчас современная физика к этому идет. Они прям признают, что нет устройств, чтобы увидеть вот эту тонкую материю. Но мы уже управляем. И как вы лихо нас всех сейчас схватили и подвели к этому, это невероятно. Я просто вижу в будущем, что все саентологи туда рано или поздно придут. Это единственный выход. Проблема человека с плотностями и с пустотами. То есть как это все ровненько выпрямить? Как это все сделать? И как работать с материей, которой я не вижу, ее только можно ощущать? И вот это вот... Сегодня процесс это дикое для меня просто неописуемое. Это вы первые, вот я хочу выразить, я даже не знаю, просто сказать, что вы первые, вот кого я наблюдаю вообще на всех просторах интернета, который копает в том направлении. Потому что я хочу, знаете, какое вам данное привести и закончу на этом, извиняюсь. Я позамечал, что, говорят, мы пятая раса, люди вот пытаемся, до расщепления ядра доходим, до такой технологии. И так как мы тетаны аберированы, что-то взрывается и конец цивилизации. Также я узнал, что лемуры-атланты, атланты прошлые, тоже управляли эфиром, тоже дошли, они были неразумные, саентологии не было, и бабахнулись. И наша задача сейчас, если мы суемся в ту отрасль тонкой материи, эфира, энергии, ну эфир, неважно, как он называется, вот эти сгустки, что мы выпрямляем, в эфире это описаны струны, типа струны, они скупчаются. Вот приведу пример на себе, у меня проблема с кожей, мое внимание как-то это на здесь, а так как эфир постоянно притекает, то он и нарастает, я это накид называю, то есть это соматики нарастают. А вот сегодня мы делали, смотрели экстеризировано на соматику и в тоне 40 себе пытались эти сгустки распрямить. И это невероятно, это не описывается. Лев, у нас до утра нет времени. Максим, я вам благодарен. Максим, мы с вами, если что, побеседуем. Я буду рад. Это предмет отдельной лекции, Лев. Это предмет отдельной лекции. Максим, я понимаю. Давайте вы не будете меня останавливать. Я прошу вас. С вами хотите поговорить. Да, так что все, я вот это хотел сказать, Михаил, вот это невероятно круто. Это очень круто. Спасибо. Спасибо, Лев. Окей. Татьяна, даже не знаю, можно ли вы перевести? Окей, это было очень много, но Лев basically спасибо Михаил for being one of the few, probably the few people who tries to interconnect physics, which is matter which we can touch and feel and something which we cannot feel. And he himself is interested in physics and stuff like that. And he says that these masses, various kinds of, they remind him of knots in space which we undo using the only processing. Окей, that's in a nutshell very brief. Окей, спасибо. Давайте последний кто-нибудь хочет что-то еще сказать и не надо разрешать. Окей, somebody else to share? Ну, уже Руслан, давай. Ну, я хочу сказать, что Михаил проделал огромную работу и мне кажется, это, ну, настоящая будущая сентология. Я с довольствием посмотрю, как это все будет протекать. Все. Окей, спасибо. Руслан said that this is, this looks like the true future of Scientology. Окей, ну, если кто-то хочет поблагодарить меня за вебинар, пожалуйста, вот здесь координаты. Окей, these are the details for donations and the contact information. И я еще раз благодарю вас за присутствие на вебинаре и до новых встреч на новых вебинарах. Thank you for attending and I'll see you later at my new webinars. окей, пока. Bye-bye. Спасибо, Миш, огромное. Всем спасибо за компанию. Пока. Пока. Счастливо всем. Все хорошо. Пока-пока. Пока-пока. Bye-bye. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.